Страсти вокруг iPhone 15 линейки не утихают, и особенно вокруг 15 Pro и 15 Pro Max, которые, по словам многих, прямо-таки обжигают им руки. Что ж, пошло время это проверить, ведь я действительно смог обжечь руку своим iPhone 15 Pro. Так что будет интересно, меня зовут Максим, вы на канале Демислаунж, поехали! Ну и в целом, естественно, мы с вами в принципе поговорим, почему так происходит, почему эти iPhone оказались жарче предыдущих, и действительно ли это так и есть, так что будет достаточно интересный контент. Конечно же, если такой ролик понравится, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет каналу в развитии, там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересного не пропустите, и вам пришлют уведомления с выходом нового ролика. Давайте с вами начнем прям с самой-самой базы. Действительно ли iPhone 15 Pro и 15 Pro Max жарче, чем iPhone 14 Pro и 14 Pro Max? И многие скажут, что да, люди видели тесты, люди видели тесты по батареям, действительно эти iPhone немножко пожарче. Мы с вами чуть позже поговорим, почему так происходит, но здесь нужно понимать, что в целом все зависит от нагрузки, все зависит от вашей модели использования и прочего-прочего-прочего. Например, немаловажную роль здесь играет, конечно же, то, как сама Apple это настроила. Ведь, как нам сказала Apple, мы сделали специальное обновление, которое у нас с вами называется iOS 1703, которое все это фикчит, все это решает. Там потом люди посмотрели, действительно нагрев стал меньше, а производительность меньше не стала, то есть Apple там где-то какую-то ошибку поправила. И это, конечно же, хорошо, мы скажем Apple спасибо, но фишка в том, что я смог вот так обжечь свою руку именно на iOS 1703. Так в чем же причина? Причина вся в том, что насколько бы Apple не сделали классную и крутую оптимизацию железа, помимо железа существует так называемый еще и софт. Помните, когда вот эти первые сообщения посыпалось, Apple сказала, что они работают вместе со сторонними разработчиками, чтобы убрать нагрев. Ведь нагрев случается зачастую именно в сторонних приложениях, потому что, ну, как-то что-то они там не так оптимизировали. Например, при телеге тоже постоянно телефон остается теплым, постоянно телефон остается горячим, если ты прям начинаешь активно ей пользоваться. Понятное дело, всякие приложения навигаторов, камеры, то есть где активно задействуются ресурсы смартфона. И даже Apple говорила, что та же Insta, например, жрет ресурсы, и разработчики, они им направили какие-то, видимо, гайды, как это уменьшить. В общем, все должно в целом прийти в норму. На самом деле, я смотрю, что в последние дни действительно стала поменьше вот эта тема с нагревом устройств. Ну, после того, как вышло 17.03, все потестировали и немножко забили, такие, а, ладно, все, хайп прошел, мы здесь будем спокойны. Но на самом деле, это вот именно, что был хайп. Потому что глобально новый iPhone не греется как-то в разы сильнее, чем предыдущий. Глобально новый iPhone не обжигает как-то руки сильнее, чем предыдущий. И я вам, собственно, объясню, почему. Собственно, про тестирование мы с вами послушали, в чем же у нас с вами дело по поводу айфончиков. Почему эта штука греется и почему они вообще, в принципе, греются? Почему так произошло? Именно с 15-м поколением обратили все на него внимание. Здесь придется немножко копнуть в физику. Здесь немножко придется копнуть в устройство самого телефона с точки зрения инжиниринга, с точки зрения промышленного дизайна. И нам здесь надо с вами именно в этом разобраться. Давайте начнем с того, что это не полностью титановый iPhone. И почему-то все об этом тоже хайпят. Такие, iPhone-то не полностью титановый, Apple нас обманула. Я не понимаю, чем люди смотрели презентацию. Скорее всего, они ее не смотрели, либо смотрели как-то вообще непонятно как. Потому что прямо на презентации Apple сказала, что вот это у нас с вами титан. Но они сказали титановый финиш. То есть, как бы вот именно рамочка сверху, она титановая. Да, действительно, сверху покрытие рамки это титан. И все. Такое ощущение, что люди здесь вот так вот просто выключили. Но дальше Apple говорит, что внутренности у нас теперь сама вот эта основа, она алюминиевая. И они там прям показывали в виде графики, как они сплавили вот эту алюминиевую основу и титановый вот этот финиш, да, саму рамочку. И получилась у нас такая вот с вами единая цельная конструкция. Так что да, внутри они алюминиевые, а по бокам они титановые. Если мы смотрим прошлые айфоны, то там и рамка, и сам корпус внутри с точки зрения основы, они полностью были сделаны из нержавеющей стали. И вот это отчасти тоже на самом деле все влияет на теплопроводность, на то, как телефон охлаждается, как он остывает и так далее. Сейчас немножко, чуть более подробнее с вами копнем. За то, как будет отводиться тепло, которое вырабатывает железо, отвечает у нас с вами теплопроводность. Да, это свойство различных металлов. Естественно, у разных металлов теплопроводность, она разная. И здесь нам нужно сравнить три основных металла. Нержавеющая сталь, алюминий и, конечно же, титан. Причем сравнивать мы с вами будем не просто какие-то абстрактные понятия, там, титан, нержавеющая сталь, алюминий. Есть четкие формулировки, четкие классы и четкие сплавы каждого из материалов. Потому что, ну, по факту это все сплавы. Нет понятия элемент нержавеющая сталь. Это сплав. В данном случае, например, в iPhone 14 Pro и Pro Max у нас с вами используется компанией Apple сплав из нержавеющей стали Austinitic 316. Если мы рассматриваем алюминий, который использует Apple, то это алюминий 7000 серии. Точно они его называют, но, скорее всего, это алюминий так называемый 7075. Это конкретный его сплав. Ну и титан, это тоже не просто титан, а это сплав титана, в котором в том числе включен алюминий. Называется он Grade 5. Это самый массовый сплав, в котором используется титан. И, как вы видите на этой таблице, у каждого из сплавов различный состав. То есть там находится не только тот материал, который название. То есть, если это алюминий, это не значит, что там просто алюминий. Если это титан, это не значит, что там просто титан. Ну а нержавеющая сталь, как вы видите, вообще само понятие сталь, это и есть сплав. Так вот, если мы с вами говорим о теплопроводности, самая низкая она у титана Grade 5. Потому что в нержавеющей стали вот этой 316L, которую использует Apple, коэффициент теплопроводности более чем в два раза выше. И вы здесь можете сказать, конечно, типа, ну, очевидно, сталь лучше, чем титан. Но вспоминаем, что основа у нас с вами алюминиевая. И идем и смотрим, что там по теплопроводности, а у алюминия, а у нее теплопроводность выше, чем у стали почти в 10 раз. Из чего мы с вами можем сделать вывод, что по рассеиванию тепла, в принципе, где-то будет паритет, да? Потому что сталь выше, но алюминий сильно выше, а титан сильно ниже. И сплав титана и алюминия все равно нам дает какой-то паритет со сталью, может быть даже и лучше. Но, тем не менее, борты телефона кажутся несколько теплее, чем на стали. И это я вам говорю лично, потому что у меня был 14 Pro, теперь 15 Pro. То есть я сам могу это ощутить. Здесь я не физик и не химик. И сразу, если ребята знающие и грамотные, можете мне править в комментариях, прав я или не прав. Но мне кажется, что алюминий хорошо отводит тепло. Но тепло получается как раз-таки на вот этих титановых гранях у нас чуть больше накапливается. Если я не прав, пожалуйста, поправьте меня в комментариях. Я с удовольствием почитаю, если кто-то развернуто подробно распишет, почему я не прав, где я вообще ошибся. И в чем я с удовольствием почитаю. Я так же, как и вы, просто на самом деле пытаюсь разобраться, в чем случилась причина. Ну и что здесь по ожогам скажете вы? А то ты, Максим, вначале вкинул то, что ты обжегся. Действительно ли ты обжегся или ты где-то просто нашел картинку в интернете? Нет, это действительно обжегся я, но это был специальный тест. Дело в том, что у айфона существует один режим, в котором он нагреется просто максимально. В котором батарея будет улетать просто максимально. И который использует, я не знаю почему, кстати, но который использует абсолютно все железо айфона. И нет, это не тесты производительности. Это не тесты троттлинга. Это даже не какой-нибудь навигатор и даже не геншин, который такие, ой, все, супер игра, которая нам покажет производительность устройства. Нет, все дело просто. Как я это сделал? У меня выключено автообновление приложений. Скажете, при чем здесь это? Все дело в том, что автообновление приложений, когда у вас выключено, у вас накапливаются обновления приложений. Я, естественно, зашел в App Store и увидел, что у меня 87 приложений не обновлено. Я всегда знаю, что когда ты обновляешь приложение вот таким скопом, не одно, два, три, пять. А когда там, не знаю, 20 плюс приложений, если вы нажмете на кнопку обновить все, у вас очень быстро начнет разряжаться аккумулятор. У вас телефон станет максимально горячий. Вот самым горячим телефоном, которым только может стать, он станет именно в этот момент. Естественно, я нажал обновить все, 87 приложений пошли обновляться. Я специально вот так вот зажал руку на своем телефоне, вот просто обхватил его, как будто я его держу, вот так беспрерывно. И да, я вам скажу, было горячо, было очень неприятно держать телефон, но неприятнее ли, чем 14 Pro? Возможно, немножко. Возможно, в какой-то степени да, но не то, чтобы прям сильно. Естественно, после того, как я руку с телефона вот так убрал, у меня остались те самые красные отпечатки, то есть, ну, грубо говоря, практически ожоги, которые вы видели на вот этом фото, которое я сделал и поржал в телеграм-канале, типа, а, смотрите, получил ожог. По факту это нельзя считать ожогом, потому что если мы смотрим даже на ожог первой степени, за что его можно получить, как он ощущается, это немножко по-другому. Да, были покраснения, но не было ни вздутия, не было ни каких-то болезненных ощущений, покраснения прошли где-то спустя 10-15 минут, я никаких дополнительных мер не принимал. То есть, все, что вы видите, вот эти ожоги, их действительно можно получить. То есть, да, я допускаю, что те фотографии в интернете, которые мы видим, особенно очень много из китайских пользователей, действительно это есть, потому что вот я же вам то же самое продемонстрировал. Но, опять же, это все хайп, потому что через 10-15 минут эти покраснения уходят, и по факту это нельзя считать ожогом. А по поводу того, что нам с вами чувствуется это очень сильно горячо, дело в том, что на кончиках пальцев температура несколько ниже. Говорят, что от 32 до 35 градусов она составляет в обычном положении, но уже не 36, поэтому любая температура, которая превышает 32-35 градусов, уже нам ощущается теплой. И чем она выше, тем она ощущается горячее, поэтому здесь все на фоне наших ощущений. Плюс, я напоминаю, что компьютеры могут разогревать свое железо сильно, и по сути ограничивать смысл их теплопроводности есть только для того, чтобы вам не было дискомфортно. Потому что здесь стоит у нас с вами A15 Pro. Он по мощности, по производительности у нас с вами сопоставим с M1 процессором. Не вот этим M1 Max, который стоит в MacBook'е, но с обычным M1. Но, я напоминаю, что M1 может разогреваться и до 70, и 80, и до 90 градусов на самом процессоре. Понятное дело, что компьютер вы там не трогаете, на корпус передается, когда в MacBook'е, даже если вы возьмете MacBook под нагрузкой, там тоже будет горячо в этом месте, где находится процессор. Но просто обычно там MacBook не так сильно трогают. Именно поэтому отсюда идет весь хайп. И все это видео было призвано показать вам то, что да, действительно, при определенных условиях можно получить какие-то красные отпечатки на руках, которые по факту сложно считать ожогами, но тем не менее в СМИ получится красивая картинка. По итогу это видео было призвано вам показать, что телефон за счет изменения своего состава на основе сплавов тоже немножко по-другому распределяет тепло. Но является ли это большой проблемой? Я думаю, что нет. Мне кажется, что это все надумано. Если ролик вам понравился или был чем-то полезен, поставьте большой палец вверх. Мне это будет приятно и поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите. YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового ролика. Ну и, естественно, там внизу в комментариях пишите, что вы обо всем этом думаете. Я старался лично разобраться. Специально для этого, как вы видите, поискал информацию, потестировал, попробовал разные вещи, даже обжег себе руку. Но, кстати говоря, у вас может, например, этого не случиться, потому что у всех людей немножко разные слои эпидермиса и по-разному люди реагируют на тепло. Поэтому у кого-то это может быть сильнее, у кого-то это может быть менее выражено. Может, у вас вообще ничего не будет. Если интересно, попробуйте провести такой тест, понакопите там приложения и обновите их все разом. Просто держите телефон, пока не обновятся все приложения. Потом не напишите в комментах, опять же, что у вас получилось, обжечь себе руку или нет. Ну и, конечно же, вот эти два видео специально подобраны для вас в алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, и сюда, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok